Школа Библии Поэтому это будет очень интересно, чтобы вы посмотрели. Пожалуйста, можно презентацию Школа Библии? И я вам расскажу, что такое Школа Библии, в чём уникальность вот этого инструмента. Прежде всего, это уроки, разнообразные уроки для изучения Библии. У нас они есть в электронном виде, и на сегодняшний день уроки есть на четырёх языках. На русском, украинском, на английском и даже на румынском. Эти уроки можно использовать для того, чтобы заниматься с людьми, изучать Библию. Самые разнообразные курсы – это и семейные, это и молодёжные, и детские, и взрослые для изучения серьёзного пророчеств Священного Писания. Каждый из вас может стать миссионером и использовать эти уроки для того, чтобы изучать вместе с людьми эти уроки. Вы спросите, как это можно сделать, и что для этого нужно? Всё, что нужно, это первое – это ваше желание этим заниматься. И есть два пути, как можно использовать эти уроки. Первый путь – это через интернет. Сейчас мы живём в такое время, что практически у каждого человека есть смартфон, да? И каждый использует его для связи, для того, чтобы какую-то информацию узнать для себя. Очень легко эти уроки можно переслать через интернет, через те мессенджеры, которым вы привыкли пользоваться. Это Телеграм, или может быть Вайбер, или Ватсап. Человеку просто приходит ссылка индивидуальная, по которой он проходит, и изучает этот урок прямо на своём смартфоне. Есть задания, которые он там заполняет и отсылает на проверку. И этот урок приходит к вам. Вы смотрите, проверяете, отсылаете следующий урок. Это очень интересный процесс. Я посмотрел на вчерашний день. У нас уже вовлечено в этот проект в Украине 2551 человек. Уже это делают. Это такие же братья и сёстры, как и вы из других городов, из других мест. Учеников уже больше 12 тысяч, которые получили эти уроки. И уже почти 48 тысяч уроков таким образом люди изучили через интернет. Что нужно? Как можно приобщиться? Как получить доступ можно вам к этим урокам, чтобы вы могли их рассылать? Очень просто. Обращайтесь к своему пастору и скажите, «Я хочу стать учителем в школе Библии, миссионером в школе Библии». Он просто возьмёт ваш телефон, ваше имя и передаст дальше, для того, чтобы вас могли зарегистрировать как учителя в этой системе. И потом, когда вас зарегистрируют, вы получаете доступ как учитель ко всем вот тем урокам, которые я вот здесь вам показал. Это только начало, вы поняли. Их там много очень, этих курсов на разных языках. И вы уже выбираете, какой курс вы хотите использовать для того, чтобы выслать человеку. Это могут быть ваши друзья, с кем вы уже общались. Вот готовый инструмент для того, чтобы можно было его использовать. Очень своевременный инструмент. Я хочу вам сказать уникальный проект, потому что меня спрашивают те, которые в Германии находятся и там хотят изучать Библию. У них нет такого проекта. Они спрашивают, можно ли им как-то к этому проекту как бы присоединиться. А мы здесь находимся в Украине, и у нас такое великое преимущество. Второй путь, я сказал вам, есть два пути, как можно изучать Библию. То есть это через интернет, через наши смартфоны, через компьютеры. Или же можно изучать Библию по обычным вот урокам, которые печатные уроки. Вот сейчас у нас есть хорошие уроки, так говорит Библия. Это один листочек, где задаётся вопрос, наверное, вы видели, да? Ссылка на библейский текст. И там нужно заполнить поля. Человек заполняет. Вы занимаетесь вместе с человеком. Мы, допустим, в Никополе организовали подобную школу, оффлайн она называется, то есть без интернета, да? Раздали людям Библии, раздали людям эти уроки. Два раза в неделю с ними собираемся в молитвенном доме и изучаем уроки. Вот видите, здесь наш такой библейский класс. Один из учеников активных самых в этом библейском классе, вот Лилия, она сегодня будет принимать крещение. То есть, видите, это даёт свои драгоценные, замечательные плоды. И я даже посмотрел, вот из тех людей, с которыми я занимался через интернет, уже около десяти, а я не так давно начал заниматься с этими уроками с людьми, уже стали членами церкви при помощи вот этих уроков. Пожалуйста, давайте мы включимся в эту работу и используем этот инструмент. Если у вас какие-то остались вопросы, вы хотите уточнить, как мне можно долучиться до этого проекта. Вот мой телефон, он подвязан и к Вайберу, и к Телеграму, или просто мне напрямую можете звонить. Я пастор Виталий Лейник, я в конференции отвечаю именно за эту школу. Как координатор, я всегда вам подскажу, чтобы вы могли получить свои уроки и заниматься. Пусть Господь обильно благословит нас в этой особой работе для Господа. Ему за всё слава! Субтитры создавал DimaTorzok